Встреча в нашем дискуссионном Новосибирском клубе и решили поговорить о национальной идее. Мы все знаем, что выступают у нас патриарх и президент, и различные люди на эту тему. Все пытаются найти что-то неуловимое, что можно найти, как бы всем кажется, очень просто, а на самом деле это очень непросто. На эту встречу мы приглашали представителей разных национальных, культурных направлений, присутствующих в нашем городе. Я сразу скажу, были приглашены представители сибирских татар, но почему-то они не смогли появиться. И после нашей первой встречи и разговора с ним, почему-то они старательно избегают дальнейших встреч. Но будем надеяться, что как-нибудь мы все-таки продолжим с ними разговор. Значит, приглашали, ну пытались даже найти представителя езидской диаспоры города Новосибирска. А, ну самое интересное, что приглашали мы русского националиста, известного в нашем городе, бывшего депутата Государственной Думы Евгения Юрьевича Логинова. И он должен был прийти, но чисто по техническим причинам не смог. Очень жалко. И он просил передать вот сюда на нашу встречу, что 9 декабря будет 20-летие ввода федеральных войск для того, чтобы предотвратить вот этот вот возникавший на Северном Кавказе сепаратистский момент. И он просил передать, что 9 декабря на монументе славы будет состоиться встреча ветеранов чеченской компании. Значит, вот я передаю от него. Ну, так как инициатором этой темы был Влащинский Владимир Николаевич, я, наверное, ему первому слову и дам. Это представитель общественного... Общественной палаты на Северской области. Значит, и просьба такая уложиться, выступить минут 10-12 на тему национальная идеология в нашей стране. Идея, национальная идея. Национальная идея, национальная идеология. Ну, кто как. И еще пару слов. Значит, слово «национальность» может быть связано и с национальностью, и национальную идею еще предлагают как форму государственной идеи. Да, да. То есть два направления этого термина, скажем так. Кто-то видит в этом термине национальность, а кто-то видит еще и государственную идею. Принимается любая сегодня форма, кто как это видит. Мы зафиксируем свои позиции, без дискуссии. Пожалуйста, вопросы задавать будем. Пожалуйста. Ну я начну с нашей Конституции. Есть вот такая статья, 13-я, да? В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Я хочу сказать, что национальный вопрос и национальная идея в нашей многонациональной стране – это очень сложная тема. Вы представляете, у нас почти 200 национальностей, и у каждого есть своеобразие культуры, идеологии, образования. То есть исторические корни. И национальная идея в нашем государстве, она выходит даже у нас за рамки нашего государства, и мы представляем как национальную идею всего человечества. Сейчас мы находимся, я имею в виду в России, на стадии либерального капитализма. Так определены наши идеологи и коронисты. Мы считаем, что это переходный период к новой национальной идее, общечеловеческой идее, которую мы называем народным капитализмом. Что это представляет наша будущая идеология? Хочу вернуться к старому. Был у нас социализм, идеи социализма, коммунизма. Мы поняли, что это утопия. Утопия почему? Потому что практика показала, что для человечества эти идеи не совсем соответствуют тем историческим корням, которые есть. Поэтому я представляю общественную палату Новосибирской области, которой уже 12-й год. У нас наработаны именно такие направления, касающиеся науки, социального строя и теории народного капитализма. Которая будет, я думаю, что в обозримом будущем, небольшом, идеологией всего человечества. Что такое народный капитализм, идеология его? Ну, вы знаете, что для решения любого вопроса, задачи, есть необходимые и достаточные условия. Как мы рассматриваем необходимые условия? Во-первых, мы сейчас живем в корпоративном государстве, которое, можно сказать, не отвечает тем требованиям, о которых мы мечтали еще в 91-м году. Значит, необходимые условия для построения народного капитализма, это является построение правового государства. Где основная и первая скрипка – это гражданское общество. В настоящее время, как наши говорят идеологи, политики, что пока еще гражданское общество не сформировалось. Я согласен с этим. У нас вся система поставлена с ног на голову. Вообще, по идее, общество должно руководить государством. Обратная связь, которой являются гражданские институты. У нас они не работают. У нас вся власть направлена сверху, как и называется, вертикальное управление всей страной. Жизнь показывает, что эта власть не может те решать проблемы, которые стоят сейчас перед нашим обществом. Это необходимые условия, достаточные условия. Мы видим, какое огромное расслоение в нашем обществе. По некоторым данным, у нас, значит, средняя заработная плата отличается низшего уровня, свыше в 100 и более раз. И сравнивать с западными разными странами, это не больше 10-12. То есть полностью извращена справедливость, которая должна существовать в нашем государстве, о которой у нас многие говорят, и руководители. Но фактически это профанация, которая жизнью, проволностью не подверждается. Так вот, достаточные условия. Мы знаем, что есть в мире труд и капитал. Один труд без капитала не может создать товар, так же, как и капитал без труда не может создавать этот товар. Мы предлагаем, прежде всего, в достаточном условии народного капитализма, что та прибыль, которая зарабатывается трудовым коллективом, она делится, должна быть, 50 на 50. 50 акционерам, 50 трудовому коллективу. И эта прибыль будет распределяться в зависимости от штатного расписания. Есть директор, есть старший инженер, есть уборщица, есть у каждого клад. Соответственно, по трудовым, как говорится, вкладам будет оцениваться и соответствующая прибыль. Кроме этого, вы знаете, что наша страна является самым богатым государством по запасам сырья, нефти, газа, золота и всего остального. И, как мы видим, народу ничего не достается. Все это забирают наши олигархи и государства. Так вот, так называемая интегральная земельная рента, которую мы предлагаем, мы изучили, что некоторые элементы народного капитализма уже есть в мире. Вот, например, взять Арабские Эмираты. Там родился ребенок, ему раз на счет. Определенную сумму вырастает он до совершеннолетия. У него есть средства на образование, на жилье и на организацию уже своей жизни. Так поэтому мы предлагаем, что каждому россиянину государства, а точнее сказать, обществу, должно выплачивать интегральную земельную ренту. Почему интегральная? Потому что есть у нас север, дальний юг, восток. Условия жизни разные. А эта интегральная земельная рента должна рассчитываться и равной быть прожиточному минимуму на данной территории. Вот, вкратце, та идея, которую общественная палата проводит и разрабатывает некоторые направления, которые мы сейчас не можем буквально 10 минут рассказать. Но хочу констатировать, что нами разработана наука социального строя, которая сейчас начинает находить свои уже практические отклики. Но пока еще гражданское общество не в состоянии воспринять наши идеи, потому что та система, как бы сказать, мягко, не обижая никого, цензуры не дает возможности выйти с этими идеями. Поэтому сегодня, пользуясь вот такими моментами, я хочу сказать, что жизнь покажет, кто из нас прав. Но, во всяком случае, в том состоянии, в котором находится сейчас государство, я думаю, что его идеология, политика, экономика переживает глубочайшие изменения. Я думаю, что такое состояние долго не продержится. Особенно констатировать то, что сейчас идет мощное обнищание населения. Ну, буквально за полгода все наше население, особенно трудовое, где-то обнищало процентов на 30-40. А если мы говорим сейчас о долларе и евро, то мы видим, каждый день наш народ становится все беднее, беднее, беднее. Поэтому предел народных масс, как говорил еще Владимир Владимирович Ленин, имеет свой предел. Поэтому есть такая у нас декларация, Всемирная декларация прав человека. Вот там есть раздел, я сейчас не помню, девятый вроде, где сказано, что народ имеет право, когда он подвергается насилию, имеет право на восстание. Ну, я бы, я выступаю против восстания, но, во всяком случае, то, что сейчас творится в стране, очень печально. Я думаю, что скоро мы все будем свидетелями каких-то мощных, да, общечеловеческих изменений в нашей стране. Вот национальная идея нашей общественной палаты. Вопросы есть? Или? Ну, я бы сказал, что пользоваться терминологией капитализм-социализм, это, скажем так, очень спорный метод, потому что, ну, такой марксистский метод. Жизнь гораздо богаче, и то, что вы правильно заметили, что не соответствует корням. Попросы, Илья, давайте без дискуссий. А, без дискуссий? Я же попросил сразу, да. А социализм – это государственный капитализм, сразу отвечу. Можно уточняющий вопрос? Да, пожалуйста. У нас есть ответы на все вопросы, пожалуйста. Любой вопрос у нас есть ответ. Пойдемте без дискуссий. Вы говорите про все человечество. Да. С какой позиции вы бы могли диктовать или советовать всему человечеству путь, откуда вы находите источник, моральный источник, указывать всему человечеству? Я скажу, что мы никому не диктуем ничего. Во-первых, мы пользуемся, ну, алгоритмами изучения любого события следующим образом. Знаете, какой алгоритм у нас? Нет, да? Наблюдение, сравнение, совпадение, опыт, практика. И уже последнее, шестое – истина. Так вот, алгоритмами этим пользуемся, мы пришли к выводу, что в настоящее время в мире, не только нашей стране, создался кризис. Не просто какой кризис, а вот третий этап кризиса, он называется кризис потребительского рынка. То есть, с одной стороны, обещание всех масс и обогащения, ну, можно сказать, финансово, государственного капитализма, которые приводят к тому, что бедных становится все больше, и они становятся беднее. Богатые становятся богаче, но их становится меньше. И в конечном итоге все будут нищие. Можно еще? Вот вы сказали, что социализм – это утопия. Но вы все-таки предлагаете сами же тут же одну из форм социализма, понимаете? Да, да, у вас в принципе социалистические, вы говорите о социализме. Вы говорите, что социализм – это утопия, и тут же предлагаете социализм. Я говорю о народном капитализме, не о социализме. Ну, это, понимаете, это игра слов. Нет, скажите в чем? Вопросы, Сергей, давайте в дискуссии. Нет, просто человек сказал… Это надолго. Ну, задавай вопрос, я вам отвечу. Нет, ну, вы сказали… Да мало что я что сказал. Это дискуссия. Я говорю, почему вы предлагаете тут это социализм? Я объясняю. Социализм – это государственный капитализм, чтобы знали. И чтобы вы знали, что где есть капитал, там где есть капитализм. Поняли? Вот, и все. Терминология. Да, социализм отличается от народного капитализма в корне, потому что методы и способы распределения богатства совсем разные. Ну, это терминология, которая введена в вашем круге. Да, да, да. Мы сами разработали науку социального строя. Можем вам предоставить ее. Все, спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич, я понял. Значит, вы считаете, что национальная идеология, национальная идея – это вот именно вот это. Я немножко уточню, еще забыл, наверное, или хорошо. Мы предлагаем это. Владимир Николаевич напомнил, я понял. Значит, сегодня мы постарались собрать представителей как раз разных идеологических направлений. И в том числе и своих мироощущений, скажем так. Владимир Николаевич, насколько я знаю, атеист. Нет, я православный. Православный. Да. Ну, в мировоззрении все-таки атеист, ближе, да? Ну, я вам скажу, что… Вот так. Ну, как. Православный. Атеизм – это не значит, что у человека нет веры. Хорошо. Нет, извините. Хорошо. Ну, поэтому… Вот. Сергей, значит, греко-католик, значит, сознательно себя таким ощущающим. И Илья – язычник, значит, тоже сознательно вполне об этом говорящий. Ну, я православный человек и несу православный смысл в своей идеологии. Значит, вот поэтому вот… А я бы так сказал себе… Небольшое уточнение, поэтому… Я православный, но не христианин. Ну, понятно. Понятно, да? Ну, в общем, поэтому мы фиксируем разные точки зрения. Да, точки зрения. Спасибо, Владимир Николаевич. Сергей – председатель правления фонда «Союз украинцев Сибири». То есть, человек, который постоянно присутствует в наших беседах, спасибо за это. Хоть мы и бывает очень резко схватываемся в различных дискуссиях, но, тем не менее, для того, чтобы искать точки соприкосновения, мы всегда пытаемся эти точки соприкосновения нащупать. И я даю второе слово, как видит Сергей. Он новосибирец по происхождению, он сибиряк и в то же время ощущает себя украинцем. Вот я уже сказал, он греко-католик. Прошу, Сергей. Ну, я все-таки считаю, что, конечно, сколько бы мы ни играли слова, социализм, он и есть социализм. Не надо думать, что мы когда-то раньше жили при социализме. Понимаете? Но я считаю, что тогда мы ближе были именно к социализму. Сейчас же мы сделали такой реверанс, вернее, нам наша власть сделала, в чем я согласен с предыдущим оратором, в том, что наша власть сейчас не способна просто дать национальную идею. Потому что главная идея нашей власти, как я себе это понимаю, это нажива. Золотой Телец, правильно? Да. И все. И они ради этого готовы поставить, ну, то есть, буквально все на эту карту. Наживы. А там, где нажива, там, где Золотой Телец, там не может быть национальной идеи. Мы слишком далеко ушли от могил предков. Нам стоит все-таки заглянуть именно в ту историю наших предков, которые действительно, если мы начнем изучать более внимательно культуру наших предков, то мы поймем, что они-то как раз и жили при социализме. Потому что, вот, предыдущий оратор говорил, что, ну, нет такого термина на Западе, как справедливость. Она есть только у славян. Да, вот у нас, понимаете, потому что нет, справедливость, понимаете, потому что... На Западе, но на Востоке-то есть? Нет, потому что, нет, потому что вот они, да, они, понимаешь, Жень, у них главное это закон, и все, понимаете? А у нас всегда, у славян, чисто психологически, мы всегда считали, что у нас выше всего это справедливость. И если нет справедливости, то люди уже не смотрели на закон и на власть, который эти законы продвигает. А наша власть, она руководствуется только одним, удержанием власти. А национальная идея, она, конечно, очень сложное понятие, национальная идея. Да, вы абсолютно все правы, это действительно государственная идея, потому что у нас много национальностей, и говорить, что это вот одни вот главнее, там других и прочее, это очень сложно сказать. Но все-таки я считаю, что славяне являются, как бы, государственно образующим, именно тем стержнем, на котором держится вся государственность России. Понимаете? И когда президент говорит, ну наш Владимир Владимирович Путин, что у него много титульных национальностей, чечены, татары и прочее, и я с этим не соглашусь. Почему? Потому что я считаю, что только мы, славяне, будем бороться за нашу страну, если лихая година придет более рьяно. Потому что это наша страна, потому что ее передали наши предки. Они воевали за нее, воевали очень сильно и много. И наша главная идея, эту страну не развалить. А то бишь, я против всякого сепаратизма в России, ну естественно и на Украине. Потому что этот сепаратизм, мы будем говорить, что вот этот сепаратизм хороший, он добрый. А вот этот сепаратизм, он плохой. Это уже идут, извините, опять же игра слов, как вот этот самый, как он, капитализм народный, который фактически является социализмом. Вот и все. А то, что утопия, если кто-то помнит еще это знаменитое произведение утопия, там тоже, ну это утопия, это нигде не существующее место, если переводить. И утопия это об одном городе произведение, там где люди жили, ну то есть вот... При коммунизме. Никому не завидуя, практически при коммунизме. И они даже менялись домами. Вы сами как раз подтверждаете, что кому здесь утопия. Нет, почему? Коммунизм, она не такая утопия. То, что мы тогда говорили о коммунизме, но фактически мы к нему не пришли. Это не значит, что мы сейчас можем прийти к чему-то такому более лучшему. Я считаю, что наш выбор это только социализм, а не какой там капитализм. Как бы его ни называли, капитализм, он всегда, это что-то хищническое. Я понимаю, есть, да, всегда были, есть и будут люди, которые богаче других, правильно? Но оно не должно быть такой пропасти между ними. А пропасть, а громадная. В руках 0,3% населения России, сосредоточено 70% богатств. Это что, нормально? Это не нормально. Тем более, учитывая, что сейчас во главе государства находятся люди, которые пришли, которые нажили этот капитал преступным путем. А как бы мы не хотели, преступный капитал, он все равно дает свой отпечаток. И когда президент страны может себе позволить говорить в эфире, мочить в сортире, и я думаю, господи, это что, бандитская сходка или что? Да, сходка, сходка. А натуральная бандитская сходка. И тут же говорит, давайте мне вот идею, да, идею. Какая идея-то? Так, мочить в сортире. Да, вся идея, да, мочить в сортире. Все, кто там? Да я бы закончил, собственно говоря. Вопросы? Есть вопрос. Так все-таки скажите мне, что такое социализм? И вы говорите, что социализм, а народный капитализм одно тоже. Дайте, что. Ближе к национальной идее. Да, национальная идея, да? Национальная идея, социализм. Социализм тоже национальная идея. Как и коммунизм был. Да, это элементарное справедливость. То, что я говорю, то, что наши предки всегда нам внушали. Я говорю, у нас всегда, в отличие от западных народов, где у них, как говорится, помните, еще с латыни, еще когда, да, закон плох, да, дуралекс, этлекс, по-моему, да, закон суров, но это закон. У нас такого никогда не было. У нас всегда была справедливость. Если нет справедливости, то нет Бога. Правильно? Но это еще философский вопрос. Ох, это и есть справедливость. Хорошо, так вы все-таки не ответили, что такое социализм. Давайте не будем все-таки в теориях разговаривать. Это общество. Уже понятно. Вы только что сказали нам про социализм. Как он распределяется? Нет. Давайте не будем вбаваться в теории. Но вы назвали это просто-напросто народный капитализм. Мы с Сергеем понятно. Да принципы разные. Мы с Сергеем понятно. Давайте не вдаваться в теорию. Нет, я задаю вопрос. Я не получил ответа. Вопрос уже, он сказал ответ, я считаю, услышал ответ. Социализм это не только справедливость. Мы можем о терминах спорить буквально до бесконечности. Планер Николаевич, все, давайте я вопрос задам. Пожалуйста. Вы не считаете, что... Я знаю, что вы не считаете, но все-таки вопрос уточняющий, чтобы прозвучало это. Вы сказали, что вы против различных форм сепаратизма. А вы не считаете, что Украина это и есть сепаратистский проект из общего русского цивилизационного поля? Ну, во-первых, то, что у нас сейчас мы разъединены, я уже говорил в некоторых передачах, у нас судьба в принципе одна. Как возникала все-таки Русь, и Киев был по голове всего этого. И рано или поздно, лично я верю, что мы все равно будем в едином государстве. Но завоевать друг друга, это было бы думать глупо. Понимаете? Если кто-то думает, что можно вот просто-напросто прийти и завоевать Украину, это все. Я об этом и говорю. Почему? А завоевать нельзя. Главное, это мать русского цивилизационного поля. Правильно. И она соединилась из этого поля. Она не отсоединилась. Она объявила себя именно сепаратистским государством. Дело в том, что собрались мужички в одной, извините, в Белорусской роще, правильно? Или где там? Собрались, да, роща. Нет, Белорусская. Да, Белорусская, Пуща там. Согласен. И они просто-напросто, как говорится, удельные князья раз и разъединились. Это не значит, что мы там, люди просто проснулись в другом государстве. Так, как и мы. Мы заснули в Советском Союзе, проснулись в России. Люди заснули, извините, в Советском Союзе, проснулись в Украине и все. Но это нормально. Единственное, это ненормально. Это ненормально, что какие-то из них опять пьяные мужички, пользуясь своими корыстными какими-то, ну... Я помню, спасибо. На самом деле они основывались на идеологии национализма. Русского в том числе, национализма, украинского. Я скажу одно. Нет, это не корыст. У них одна идеология, вот это я знаю. Ну, это слишком большое упрощение. То есть они, одна корость одного человека, она в историческом плане никогда не сработает. Они опирались на огромный, как бы, националистический... Там была не корысть ни одного человека, а нескольких людей. И все. Они не думали ни о национальной идее, ни то, что там как будет жить народ. Они просто разделили и все. Ну, я бы тоже спросил про украинский национализм, ой, или сепаратизм. Да, да, да. Так что тут все понятно. Все. Ваша мысль. Давайте... Так все-таки национальная идея какая у нас будет? Ну, национальная идея, справедливость, социализм и экономические основы. То есть вернуться опять к нашим предкам. Все понятно. Возврата назад не может быть. Общество вызывает. Комментария в тисьменной форме. Мы есть именно то, что наши предки, извините, через нам они передали нас. Сколько поколений умерло и погибало. Ради чего? Как ради чего? Ради того, чтобы мы родились, они передали нам эту страну. А мы ее не. Ну вот, а мы ее просто профукали. Значит, кто? Мы виноваты, да? Спасибо. В апреляемые доли. Спасибо, Сергей. Спасибо. Все понятно. Мысль, понятная идея. Значит, я озвучу еще. Илья, только что... Может, ты начальник еще не набрасывайся. Следите, набрасывай. А мы потом подведем итог без вас, Евгений Николаевич. Хорошо. Ладно, попробую. Значит, я тут... На днях мы все видели выступление президента нашего, Владимира Владимировича. И, соответственно, пошла такая широкая масса обсуждательных моментов в центральном телевидении. Понятно, что центральные государственные СМИ поют «Асанну». Видимо, они снова пытаются нам навязать, что национальная идея, эта идея называется «Путин». Мы это уже слышали где-то в году в седьмом или в восьмом. Ну, да. Помните там? У нас программа наша называется «Путин». Помните там? Путин. И вот сейчас то же самое происходит после выступления Владимира Владимировича, который, надо отдать должное, выступает перед страной в очень сложное время. На телевидении происходит обсуждение не национальной идеи и не тех путей, по которым мы должны идти, а, скорее всего, приспособления в той обстановке, в которой оказываются те или иные элитные группы, пытаясь обозначить свою близость к президенту, президентским направлением. Холопы царские. Я почему открыл свое выступление, эта тема? Меня буквально в воскресенье возмутило выступление государственного такого телеведущего Дмитрия Киселева. Да, да, да. Значит, при всем при том, что в последнее время я относился к нему очень довольно спокойно, уважительно, то, что он проповедует на государственную идею, но то, что он сказал, это превзошло практически... Я вот не слышал себя. Вы знаете, вот думающий и знающий человек поймет. Свое выступление он начал с того, что сказал, что в трудные годы для государства определенные лидеры произносят программные речи, определяющие вот эти вот национальные, движущие государственные моменты. И приводит такие примеры. Прошу прочувствовать. Первый пример это Рузвельт, 1933 год, его программная речь при вступлении в президентскую должность. Значит, второй пример это... ну понятно, там был кризис в Америке и так далее, он обратился к народу и так далее. Ну понятно. Второй пример это Черчилль, 1940 год, значит, когда он сказал, что наш народ там ожидает кровавые там трагедии и так далее, не обещая вам ничего хорошего, но вот мы должны это пройти. И третий пример он приводит Шарля де Голля, значит, 44-й год, когда, типа, вот Франция прошла такие испытания, и вот мы должны ступить в дорогу. Но вот знающий человек, вот понимая, что какие были выступления в те времена, меня просто возмутило до глубины души. Все понимают, о чем я говорю? Да, я понимаю. Понимаем, да? Все прекрасно знают, что было еще одно историческое выступление, обращение лидера к народу, огромной территории, к огромным пространствам, к огромным народам. Это произошло 3 июля 1941 года. Если прочитать это выступление Сталина, его обращение, ну, по сравнению вот с этими вот милипитерными выступлениями Черчилля, ну, не хочу вас сказать, Рузвельт, да, Рузвельт обращался, правильно, серьезно. Но Черчилль, это, извините меня, перед той непонятной войной, которая происходила между Германией и Англией, там, когда чуть ли не футбол играли между собой командами, понимаете, и просто так летали друг к другу, понимаете. И Шарля де Голля, очень уважаемая историческая личность, но Франция тоже начудила в те времена. И вот это приводит Киселев, совершенно игнорируя ту программную, великолепную речь, которую составил Сталин. Как бы кто ни относился к этой личности, как бы тогда. Но в такое трагическое время, когда необходимо мобилизовать весь народ, если ты хочешь привести пример и передать это на Путина, ну, так приведи пример, как вот в 41-м году смогли вот этой программной речи мобилизовать практически такие огромные пространства и такие человеческие народы. Вот, наверное, у меня 10 минут прошло, но я не мог не возмутиться. Вот, национальная идея, она должна быть выдвинута, она должна произнесена, наверное, все-таки лидерами страны, лидерами, потому что народы должны услышать этих лидеров и потянуться к этому, потянуться, понять, что должны делать. Вот, Путин произнес речь, пока он, наверное, не дотянул до национальной идеи, до общей, потому что его речь была, как палка о двух концах, значит, международная обстановка, там где-то что-то можно согласиться, но внутренние экономические посылы совершенно опять по нулям. Все понимают, что будет все твориться по той же самой схеме, исходя вот из этой программной речи Путина. И поэтому я не хочу изобретать каких-то национальных идей, я просто хотел сказать, что сегодня, пока эта идея не прозвучала, а то, что в основе там должна лежать всемирная справедливость, я согласен, это однозначно в основе такой идеи, что эту справедливость должны чувствовать все, это так. А по поводу национального вопроса, это совершенно другая тема, мы, наверное, других вопросов по суде. Вене, значит, вот вы говорили о национальной идее, о которой ничего не сказали, вы не знаете ее. Я знаю ее, я представитель изборского клуба, изборский клуб разрабатывает эту национальную идею. Хорошо, хорошо, пока еще не видел этой идеи. Посмотрите нашу программу, я представлял изборский клуб, и я об этой национальной идее говорю. А в чем разогласить, в двух словах скажите? В двух словах, я в двух словах скажу, значит, это единение временных и территориальных пространств. Что такое территориальное пространство? Это значит, мы, вот то, что Сергей говорил, наши предки собрали огромную территорию, и мы эту территорию обязаны сохранить, защитить и передать нашим потомкам. Это единство территориальных пространств. Единство исторических пространств, это значит, вся наша история. С самых древних времен, не упуская никакого момента, она наша. Мы должны на каждом нашем этапе учиться. И не исключать каких-то там лидеров, которые там кому-то непонятны. Мне там непонятен и неприятен, один там лидер из какого-то времени. Мы не должны это исключать. Мы должны наше все временное пространство считать единым. Понимаете? И вот в этой обстановке складывать свое видение того, как нам жить дальше. Вот это вот идея изборского клуба. Сохранять и единые территориальные временные пространства. Вот примерно так. А вот этот тезис можно расширять и говорить. Сейчас Илья Коптилин скажет нам свое видение национальной идеологии, национальной идеи нашего государства. Сразу скажу, что недавно он вернулся из Москвы, где была встреча с Александром Геевичем Киличем Дугиным. И проходили собрания. Съезд Евразийского союза молодежи. Вот Евразийского союза молодежи. В этом отношении... Интернет, слет интернет активистов. Я даю вам 15 минут, чтобы дать немного интересную информацию какую-то и высказать свою идеологическую форму национальной идеи. Спасибо. Ну, во-первых, я, наверное, несколько расстроил Евгения, потому что он меня пригласил не как евразийца, не как... Ну, я представил, что вы язычник. Да, в том-то и дело. Я поэтому, исходя из этих посылов, как бы и сформулировал свои посылки. Я заранее тебя спрашивал, могу я так тебе сказать? Да, да, да. Ну, соответственно, я буду говорить о каких-то таких субстанциях, которые, может быть, не укладываются в сегодняшний наш разговор. Вот, пожалуйста. Социализм, коммунизм, идеи и так далее. То есть я буду говорить такими достаточно отвлеченными понятиями. Я знаю, что это не всегда приветствуется. Но, тем не менее, вот несколько минут я постараюсь выразить. Легко вырезается. Да. Во-первых, национальная идея. Ну, вот так вот с кондачка взять и сказать, что такое национальная идея, практически невозможно. То есть лучшие умы России, человечества и так далее, бьются над своими национальными идеями. Ну, вот так вот взять и за 10 минут выразить вряд ли получится. И сформулировать, и вообще. Соответственно, когда вот такой вопрос глобальный и не разберешь, я предпочитаю пользоваться методом, который вычитал, увидел у Мартина Хайдегера. Я отвлеченно буду говорить, потому что конкретно про национальную идею я... Ну, сейчас я подойду к этому моменту. Мартин Хайдегер в одном из моих любимых произведений «Что такое метафизика?» Как говорит метафизика, мы чёрт ногу сломим, мы не разберём. Давайте лучше делать по-другому. Давайте зададим метафизический вопрос. И разбирая этот вопрос, мы, может быть, каким-то косвенным образом поймём, что же такое метафизика. Потому что вот так в лоб мы к ней не можем ни с какого боку подступиться. То же самое с национальной идеей, понимаете? То есть мы не можем в лоб взять и дать какой-то обоснованный ответ. У каждого он какой-то свой, никого не убеждает. Соответственно, давайте, может быть, зададимся каким-то вопросом около национальной идеи, который каким-то образом будет связан, и вполне возможно выйдем. Я так подумал, и вот вопрос возник. Хайдегер спрашивал, а что есть ничто? Как обстоят дела с ничто? И когда он его разбирал, он вышел с другого боку на метафизику. Давайте посмотрим, откуда взялась идея искать национальную идею, грубо говоря. Вообще, что такое национальная идея? Откуда к нам вот это вот? Почему все озабочены поиском национальной идеи? Почему наше общество, наше сознание вдруг так стало структурировано, что мы озабочены этим? Почему мы не живём просто без идеи, допустим, да? Откуда это появилось? И тут мы видим, что это два слова. Национальная идея. Что такое нация? Если мы разбираем, что такое нация, может быть, мы и не захотим искать идею, да? Потому что нам не нужна нация, понимаете? Вдруг окажется. Потому что нация – это такое очень узкоспецифическое европейское явление, да? Которое появилось в эпоху модерна, после Великой Французской революции. То есть до этого о нациях, как о том явлении, о котором мы сейчас говорим, не было ничего известно. Слово «нашли» подогнали под ту реальность, которая сформировалась в Европе, после Великой Французской революции, после буржуазных революций, ну, от всех изменений, так сказать, эпохи модерна, просвещения и так далее. А есть ли это на русской почве? Есть ли русская нация? Это большой вопрос. Вообще-то я бы сказал, что это неправильное, неприложимое к России и понятие, и терминология. Соответственно, искать национальную идею – уже тупиковый путь, по мне так. Потому что само слово «нация» к России неприменимо. И поэтому, идя по этому пути, мы начинаем все больше и больше, как бы, вот коготок увяз, все птички пропасть, да? Ища национальную идею, мы путаемся в словах, которые или не понимаем, или, как бы, ну, оперируем все более не тем инструментарием. И это нас никуда не выводит. Мы в холостую ногами, как бы, в воду толчем. Почему? Электричество обрабатывается. Ну, разве что, да. Физику надо знать. Но, ну вот, а идея, да? Что такое идея? Идея – это, вообще-то, философский концепт, который мы сейчас без, так сказать, бездумно используем и там, и сям, по всем разным поводам, да? Вообще-то, эта идея – это из греческой философии, это конкретно такой центральный узловой момент философии Платона. До этого само это слово, это Платон вытащил это слово, понимаете? То есть он взял его из греческой реальности и вставил свою философию, и теперь, изучая Платона, мы начинаем что-то там понимать. Причем понимаем совсем не так, как это Платон понимал. То есть мы, опять же, мы пролетаем мимо этого слова, понимаете? Идея – это отражение, точнее, это вечная какая-то сущность, существующая в мире идей, на небе, которая отражается вот в наш феноменальный мир. И все мы являемся какими-то, как бы, отражениями, слабыми копиями тех совершенных идей. И только философы, специальные люди могут ориентироваться в этом мире идей. Поэтому, когда мы говорим «давайте нам идею», мы как бы попадаем пальцем в небо, то есть, ну там, ветерней в молоко. То есть мы не понимаем, о чем мы говорим. Нам нужны философы, философы, которые ориентируются в мире идей. Мы не понимаем, что такое мир идей. И у нас совершенно другая ментальность, совершенно непонятно. Вот. Соответственно, по мне так лучше, вот, как бы, безидейная жизнь совсем, чем жизнь, как бы, отданная какому-то инородному демону, скажем так, который увлекает нас вот толочь воду, да, в ступе. Вот. И такой же, вот, такого же рода инородный демон заставляет нас искать национальную идею. Да? Допустим, президент говорит, давайте искать национальную идею. Он выступает вроде инородного демона, да, который говорит, давайте толочь воду в ступе. Русский человек и все, вот эти философские разговоры все. Вот я сейчас, казалось бы, говорю о какой-то философии. На самом деле, все философские разговоры о национальной идее – это пробуксовывание на месте. И поэтому, именно поэтому они ни к чему не приводят. В русской, если мы, допустим, ну мы же не идиоты, мы все-таки о чем-то говорим, а мы не дебилы, мы говорим о чем-то все-таки, что понимаем, что, как бы, чувствуем, что что-то есть. Здесь национальная идея мы не просто так вот языком трепим, что-то мы чувствуем, что-то где-то там шевелится. Что это? Ну это, наверное, не национальная идея, это, вот я подыскал русские смыслы, может быть, это смысл жизни. Вот о смысле жизни, допустим, у нас вся русская классика наполнена, как бы, размышлениями не о национальной идее, а о смысле жизни. И на самом деле искать смысл жизни – это очень по-русски, понимаете? Если мы там о национальной идее России говорим, то нам надо говорить, это будет уже не пробуксовывание, это будет прямо в самую точку, это будет по-русски, это будет именно классическая. У нас нет такой вот мощной русской философии, но у нас есть мощная русская классика, классическая литература, известная на весь мир и так далее. И там речь идет о русском, о смысле жизни. Если мы говорим о национальной идее России, то это смысл жизни русского человека, смысл жизни русских людей, скажем так, смысл жизни русских. Вот о чем надо говорить. И тогда мы уже попадаем более-менее в свое поле. А в рейтинге? Ну, в принципе, у нас демократия. Есть еще что-то есть? Ну, в принципе, про смысл, вот как бы сейчас у России бессмысленная жизнь, в принципе, то есть неосмысленная и бессмысленная. А теперь, что касается язычества, то есть меня Женя пригласил, Евгений, именно с точки зрения язычника сказать. Вот я очень уважаю поиск православных. Поиск зрения умного человека я тебя пригласил, не надо. Нет, ну, именно было, что я тебя представлю как язычник, и я думал о том, что язычник может сказать именно о национальной идее. Так вот, вот я очень уважаю выбор русских православных христиан, которые пытаются в эту неосмысленную нашу русскую современную жизнь вернуть свои смыслы. Свои, ну, это понятно, это греко-византийские смыслы в русскую жизнь, которые намертво переплелись с русскими какими-то смыслами, но тем не менее. Они, как бы, считают, что это универсальные смыслы, которые, как бы, общечеловеческие, неважно, какие языки, так сказать, пришли в православие, в христианство, все они становятся православными христианами. Я лично не считаю идею универсального человечества правильной. Я считаю, что мы именно языки, то есть язычники, у нас разные языки, и вот на моих устах, допустим, имена русских богов. Русских богов. Не Иисус Христос, он был Бог, да, правильно? Вот. Более того, они у меня на устах, на моем языке, и сами боги, они живут в словах, понимаете? Ну, может быть, это все-таки больше русичей, богов русичей, правильно? Русских. Русских это уже потом, вы сами же говорили, когда возникла вот эта вот идея, и вдруг вы сами же переходите. Время, время, время. Потом вопросы. Да, вопросы будем задавать, пожалуйста. Вот. Боги живут в словах, и Гераклит, грек, очень хорошо понимал, когда говорил о логосе, о слове. То есть, боги живут в словах. Но сейчас, к сожалению, я скажу по себе. То, что я чувствую сам, и я, ну, больше чем уверен, что это чувствуют и другие. Когда мы славим своих богов, когда христиане говорят о своем боге, и когда вообще вот русские люди сейчас, обращенные в сферу сакрального, они туда вглядываются, они не видят своих богов, они не видят своего бога, они... То есть, боги, они не ушли, все так же там всходит солнце, все так же там рукава, свастики вот Млечного Пути вращаются, да? Все это есть, но боги отвернулись. Вот что страшно, как в фильме ужасов, знаете, поворачивают человека, а он спиной стоит. Ты его оббегаешь, а он все равно к тебе затылком, да? Ты его со всех сторон оббегаешь, а он затылком. Ты его дергаешь. Хорошо, это уже лекция. Нет, секунду. Я уже заканчиваю, две минуты. Две минуты, три есть даже. И я мечтаю о том времени, когда боги повернутся к нам лицом. То есть, бессмысленная жизнь, она чудовищна. То есть, вот это толчение вступит, этот поиск, это дергание, это все бессмысленно. Я мечтаю о том времени, когда русские боги повернутся лицом к русским. И смысл жизни русских, я думаю, это вернуть полноту бытия, вернуть, увидеть своих богов в лицо и умереть. Увидеть своих богов. Вопросы можно? Есть вопрос. Можно я на некий уточняющий вопрос? Ой, каллипсис. Илья, уточняющий вопрос. Мне просто стало исключительно интересно. Ведь Дугин и Коровин, они же позиционируют себя, в общем-то, в православной форме. Абсолютно. Как это вот уживается? Вы, язычники, вращаетесь в этой сфере. Это нормально? Они знают об этом? Конечно, такие взгляды. Объясните, пожалуйста. Мне просто стало так интересно. Ну, во-первых, они, как евразийцы, не могут не приветствовать плюрализм человеческих цивилизаций, общества. То есть, а плюрализм подразумевает, что есть люди такой веры, есть люди такой веры и так далее. Разнообразие. Разнообразие, да. То есть, это один из главных вообще тезисов евразийства. То есть, плюрализм. Не универсализм цивилизаций. Он, как бы, изначально в классической, в классическом евразийстве, вот острие вот этого плюрализма было направлено на европейский универсализм. Нам Европа говорит, что это единственная цивилизация, а все вы недоцивилизованы. Вы должны идти по нашему пути и так далее, да? Тогда первые евразийцы сказали в 20-х годах, 20-го века, эмигранты. Сказали, нет, Европа это не единственный путь, да? То есть, они закрывают конфликт язычества и христианства. Вот, послушай. Но, они, первые евразийцы, говорили, но мы вот православные, да? Ну, не считая левых евразийцев, вот основатели. У нас православные, мы не Европа, давайте за плюрализм. Но если идти по этой логике дальше, уже вот не у евразийцев, в лице Дугина и так далее, если идти по этой логике дальше, то тогда получается, что мы не православные, мы язычники. Почему нет, да? Другое дело, что вызывает у всех большое сомнение, что вообще сохранилась ли эта традиция в принципе, да? То есть, ну, человек, допустим, модерна, там, инженер какой-то вдруг одел вышиванку и сказал, я там язычник, да? Не только это вызывается. Ну, очень много сомнений по поводу современного язычества, неоязычества. И они все оправданы. И я вам говорю о том, что действительно, вот, я лично не реконструктор, да? То есть, я, ну, как бы участвую в славлениях, там, участвую, там, в праздниках языческих. Но, в общем и целом, я, ну, не реконструктор, то есть, не хожу в национальной, в основном одежде, там, и так далее. Вот. И я думаю, что вот боги есть, но они отвернулись, и очень трудно вернуть их. И как это сделать, я не понимаю. И Дугин, и Коровин это тоже понимают. И все эти проблемы понимают, да? И у нас даже случился небольшой инцидент на вот слете, когда, как бы, слет интернета активистов. И очень много было сказано о православии, 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 да? Мы, как православные, должны, мы, мы то, мы все, мы православные, то, мы православные и все. Очень много этого было сказано. Выступил священник, ну, в общем, выступал Малафеев, который тоже такой православный магнад, если знаете. Понятно. Да. Вот. Соответственно, я задал вопрос о том, что, а вы собираетесь инкорпорировать в свою сеть русскую людей неправославного вероисповедания? Других русских людей, их немало, да? Вот. И там получился такое небольшое, небольшое напряжение, да? Когда... Заминочка. Не то, что заминочка, там слово взял один очень уважаемый, значит, директор института одного, и в таких довольно жестких, резких выражениях сказал, что там, язычники, это, в общем, очень плохо, да? Вот. И, ну, с одной стороны расстройство, а с другой стороны, затем и Коровин, и Дугин взяли слово и по-своему, как бы, это объяснили, как бы, сгладив, собственно, и конфликт, и, ну, как бы, разведя, так сказать, сторону. У нас тоже была такая беседа, конечно. Да, да, да. Ну, вы, правда, вот, вы сужаете вот этот момент, конечно, вот, русские говорите, да? И все. Я говорю, славяне. Как вы считаете, что все-таки главнее в данной вот идее? Славянизм, то есть, именно единение славян, именно, то есть, вот, так сказать, на фоне именно общей истории, тех же самых, кстати, богов, о которых вы говорите? Они же славянские, да, они же славянские, богов, они не русские. Да, русские, я никак не были славянские. Или вы считаете, что это должно быть чисто вот русские и все, а вот вы, украинцы, вы уже не там, мы, главное, русские. Нет, я, это называется националития русских. Нет, ну, вы говорите. Все, я понял. Я просто ошибся. Ну, не то, что ошибся, да, нет. Русские, можно сказать, славянские, да. Да не можно сказать. Это надо говорить, понимаете, потому что, как только мы начинаем вот это говорить, да, но я, понимаете, я все-таки славянист, я люблю именно нашу, именно, культуру. Понятно. И даже вот язычество, да, я согласен, что это действительно струнная. Ну, правильное замечание. Да, да, правильно замечание. Хорошо. В процессе нашего общения к нам присоединился наш, скажем так, военный эксперт, Павел Березиков, предприниматель. Павел, садись. Поближусь. Есть вопрос, задай. Ну, я бы вот единственное хотел спросить, поинтересоваться все же по времени, когда боги отвернулись от нас по времени. Правильный вопрос. Тихо. Они отворачиваются. Периодически? Нет. Значит, они периодически отворачиваются. Значит, они периодически и поворачиваются, тогда в первых не поворачивались к нам. Естественно. Это все индивидуально. Вот в том-то и дело, что я говорю, что боги живут на языке, как бы в слове. Да. Но в основном это шепот. Подождите, а нет, шепот. Я-то, я-то, нет, 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 а я-то, я вижу в слове, там сказать, да, я вижу в слове, так сказать, библиотеки у нас, извините. Нет, 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 нет. В ней дискуссии, только вопрос. Все, вопрос именно был такой. То есть, когда боги отвернулись? Все. Ну, я думаю, что... Ответ дал. Уже тысячу лет, как минимум. Я скажу, когда отвернулись. Все, вопрос. Можно я вот в 88-м году. Хорошо. Когда же вы отвернулись от богов? Да. Хорошо. Вот в чем дело. Продолжаем дальше. Давайте завершать. И последнее выступление. Павел Герезиков тоже хотел сказать свои несколько мыслей по поводу национальной идеи. Крайнее, с вашего позволения. Пожалуйста. Ну, как бы, собственно, вот, я, честно говоря, сам такой в тупиковый путь послушал Илью, как бы, да, и я что-то самое зашел в тупиковый путь, как бы, да, потому что, да, почему как бы искать национальную идею, и как бы, да, и как бы, да, и как бы, и вот тут я не понял разделение славяне и русский, как бы, да, вот, 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 на самом деле, как бы, да, вот, 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 на самом деле, как бы, да, вот, 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 В этой полосе турбулентности, непонятной, что там грядет, национальный вопрос будет играть главную роль. Поэтому наши вороги, как наши украинские оппоненты говорят, я уже сейчас привык, я там очень много смотрю их передачи, хочется понять их самих. Так вот они-то будут целиться именно в него, именно в национальный вопрос. Поэтому вот это как бы то, что мы сейчас обсуждаем, это очень немаловажно. И слово, я имею в виду слово, слово всегда впереди всего, мысль, дальше идет слово. Поэтому слово несомненно, слово оно всегда есть, оно будет и так далее. Искать национальную идею, может быть, что-то в этом есть, русский смысл жизни. А лучше искать смысл жизни. Давайте, сейчас я расскажу. Не перебивайте. Значит, может быть, на самом деле, так сказать, да, какие-то страны, какие-то, как и люди, знаете, да, ведь у людей тоже так бывает, как бы, да, один человек приходится, он постоянно сидит образом, так сказать, да, вот судьба его так вот обделила, да, и он думает, что бы мне, чем бы мне занять, чем бы мне себя развлечь, как бы мне, так сказать, себя реализовать, хоть, хоть как-то, так сказать, да. И вот, и есть наоборот, так сказать, да, люди, которые думают, слава тебе, Господи, жив остался, так сказать, да, день прожил, уже победа, так сказать, маленькая, да, на зло им, собакам, так сказать, да, не дождутся. Вот, и поэтому, так сказать, этому человеку, да, ему не приходится искать идею, у него идея выжить, как бы, да, вот так и я хочу сказать, что русский народ, так сказать, да, собственно говоря, вот, ну, по крайней мере, у меня такое четкое, так сказать, да, представление, что всю жизнь только и занимается тем, что выживает, борется с кем-то, то борется с погодой, если не с погодой, то с ворогом с каким-нибудь, с лютым, так сказать, да, вот. А наши вороги, так сказать, все, они все за границей, и они-то на самом деле, вот я вот проанализировал, если так на трешках раскидать это все, да, они, у них единственное, что они постоянно нам лепят, да, образно, они говорят, они нас травят, да, одним, они говорят, посмотрите, как вы между собой у себя в семье живете, все ихние, в итоге, за 500 лет они нового ничего не придумали, они говорят только об одном, посмотрите, как вы между собой там живете. Да мы живем прекрасно. Я вас не перебивал. Вот, они кого-нибудь выдергивают там где-нибудь за границей, ему говорят, как ты это терпишь? Он приезжает сюда и говорит, как я вас терплю, понимаете? И вот это всю жизнь у нас, вот такая вот история, понимаете? Вот, поэтому, собственно говоря, поиск идеи, так сказать, для нас понятие такое, как бы, да, выжить бы, тем более сейчас в свете того, что я сказал, что нам грядут, так сказать, испытания, так скажем, да, как бы глобальные вызовы, они определены, как бы, да, эти режиссеры, так сказать, да, уже сняли, сняли вуаль, все, так сказать, все понятно, как бы, да, вы уже начинают выносить, так сказать, потихонечку на сцену, так сказать, инструменты, вот, поэтому все к тому идет, как бы, да, я к тому же, как военный специалист, я смотрю на расходы, мне надо мне показывать и говорить, кто там, к чему собирается, да, я говорю, покажите мне расходы, вот там все видно, кто к чему собирается, поэтому давайте, да, отдельная история, так сказать, да, Так вот, про национальную идею, у каждой семьи даже, мне кажется, у любого человека есть какой-то смысл. В этом-то и смысл, в общем-то, в этом-то и суть. Позитивный человек или негативный человек. Один, так сказать, думает, как бы, ну, несомненно, каждый думает, как себя прокормить. Ну, один думает, как себя прокормить, так сказать, никого не ущемив. Кто-то думает, может быть, даже еще и как помимо себя еще кого-то прокормить. А кто-то думает, как кого-то, так сказать, ободрать, обхитрить, так сказать, не затрачивая ничего. Понимаете? Вот в чем смысл. Поэтому на самом-то деле, как бы, они все, в общем-то, смысл-то, они все очень просты. И не надо вот чего-то там, так сказать, да, придумывать, как бы, да. Вот, про богов, что я могу сказать, так сказать, да. На сегодня материальная наука вышла на грань того, что, так сказать, да, завтра, может быть, его даже и потрогают какого-нибудь одного из богов, так сказать, да, там, за ногу или за лук. Я не знаю, понравится ему это или нет. Вопрос второй. Вопрос второй. Но то, что они вышли, так сказать, на грань на эту, так сказать, это однозначно. Выдающиеся ученые, так сказать, да, мировые, они это понимают, как бы, да. Но, понимаешь, они, как слепые котята, вот могут его потрогать, сказать, вот мы его потрогали. А что это там была? Нога у него или рука, так сказать, да, или вообще что это, да, объяснить не могут. Вот. Я, да, все же, так сказать, думаю, что это все-таки где-то на уровне волновых теорий, так сказать, да. У каждого человека это маленькая электростанция, у него свой есть код, так сказать, да, именно свой, своя, своя чистота, именно своя. Вот есть 7 миллиардов, да, и у каждого своя. Вот. И, грубо говоря, так сказать, да, так или иначе, по закону сохранения энергии, так сказать, да, вот эта вот электростанция, человек, так сказать, да, вот такой совершенная биомашина, так сказать, био, не машина, извините, так сказать, да, существо, так назовем его, так сказать, да. Вот он имеет свою чистоту, понимаете. Вот и все, так сказать, да, как он в течение жизни, да, вот он ищет себе, так сказать, смысл. Кто-то находит смысл, так сказать, уничтожать младенцев, простите, да, а кто-то, так сказать, их созидать образно, да, вот и все, вот и разные, у этого одна частота, у этого другая, так или иначе, так сказать, да, закон сохранения энергии эти частоты передаст во Вселенную, вот они там распределяются по своей частоте, один уйдет туда, другой уйдет сюда, вот поэтому давайте и буду заканчивать, 15 минут раньше пролетел уже? 10, да, 10, мне 7-15, мне 10, хорошо, 7-10, это ваша питация, да? Ничего, ничего, вот и суть такова, так сказать, что как бы смысл жизни, так сказать, смысл национальной идеи, так сказать, да, как и смысл жизни, так сказать, да, это каждому свое, так сказать, это и нечто предопределенное, нечто зависимо от человека так и нация какая-то семья разваливается какая-то семья наоборот собирается вот и все поэтому я думаю что если мы говорим славяне мы сразу первым словом вносим раскол ас-татарин скажет а я не славяне что мне делать я не славяне но я русский еще может больше чего и русский что тогда поэтому убираем это слово славяне это хорошо Хорошо, да, но, опять же, в рамках, как сказать, контекста. А татарин хорошо? А ангета татарин хорошо? Да, да, хорошо. Это в равной степени, да. Я понимаю, национальная... Так, а все же, да, одна минутка, буквально я под итог, так сказать, да. Национальная идея, я вижу, нашу русскую, так сказать, да, это симфония народная, понимаете. Вы берите из симфонического оркестра какую-нибудь самую низкую флейту, так сказать, да, и в нужный момент вы ее не услышите, и это появится провал, так сказать, да. Да, это хорошо, это оркестр, сыграли и ушли, извините, так сказать, да. А судьба народов, объединенная огромной территорией нашей страны, что это такое? Как тут без национальной идеи, так сказать, да, и ничего выдумывать не надо? Как-то мы жили, извините, тысячу лет до этого, так сказать, да. Вот надо просто повнимательнее посмотреть, как мы это делали, и на новых, так сказать, физических принципах все это дело реализовывать. То есть это имперская теория, в принципе, теория, которой занимается изборский. Сразу задал его, что страшнее, что страшнее. Внутренний или внешний враг? Да, внутренний вот этот враг, который людей загоняет в материн, все-все-все. Я понял, хорошо, я понял, я понял. Вы знаете, я думаю, что это такая тождественная проблема, так сказать, да, это как две стороны одной медали, потому что без существования одной стороны не будет второго точно, да, только не будет у нас внешних врагов, наши все внутренние, так сказать, да, тут же вы не найдете ни одного, ни одного, все, забудьте брать навсегда, поверьте мне. Потому что наши внешние враги только этим и занимаются, что они внимательно рассматривают и смотрят, так сказать, да, кто на кого там, кто кому наступил на ногу, да, и тут же его дергаешь, слушай, он тебе на ногу наступил, как ты это терпишь, так сказать, да, расслабно, не реагирует, подождут, когда тот ему, так сказать, плюнет там на спину, когда тот, так сказать, мочится кому-нибудь в карман, извините, так сказать, да. Ну, извините, но всякое бывает, да. Ответ есть, да. Так вот, я вас интерпретирую. Есть русская пословица, на всякую хитрую «же» есть что-то, да? На всякую хитрую «же» есть что-то, да? Нет, не, 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 я не вижу здесь ничего, что я такого интерпретации. Вопрос, вопрос. Так вы считаете, что национальная идея не нужна, да? Ну, как же не нужна-то? Как же не нужна национальная идея? Я понял, так что? Да ну никак же не нужна. Да какая она, скажи. Я же вам говорю, что симфонизм, симфонизм, симфония народа. Хорошо, не извините. Каждый вопрос. Вопрос. У оркестра есть дирижер? Конечно, несомненно. А дирижер что ведет? Оркестр. Он дает идею. Правильно? Так вот без дирижера, без идеи, ничего нет. Ну нет, он больше синхронируется. Не надо, не надо. Дирижер. Он разводит начало, конец. Не синхронизирует. Да, чтобы никуда не вылазил, так сказать, вперед. Не, 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 не. Вот что геннешь для дирижер так. Он синхронирует все. И только это. И контролирует. Он обращает ту идею, которая есть в произведении. Почему? Он контролирует работу всего. Да без дирижера ноль аркет. Правильно? Те еще, любезно, еще один вопрос, маленький. Вот дело в том, что вы, интересно, сказали, что надо нам чуть ли не стесняться слова «словянин». Почему? Я не так говорю. То есть, понимаете? Хорошо. Вы говорите «у славяне» как? Так было. Не надо. Именно так. Да, зачем славяне? Почему? Вот мне вопрос, почему мы должны, вот у нас иерарх, наш православная церковь сказал, что до того, как, ну это в интернете все видели, наверное, до того, как мои предки, ну там и другие славяне приняли, ну вот эту вот православную веру, они были полузверями. Ну да, я что-то наподобие слышал. Ну да, я что-то наподобие слышал. Ну да, почему слышал, я видел это лично, это видела, это все видели, полузверями, как так, получается, до девятого века. Нет, ну до девятого. Десятого? До девятого. Ладно, вопрос. Мои предки были полузвери. Так вы считаете, что нам стоит все-таки, получается, стыдиться своей старой вот этой вот именно той культуры тех наших предков, которые себя считали гордостью называть славянами, а мы должны по-вашему, вот вопрос, стесняться этого? Нет, да Господь, я вас смотрю. Нет, ну я спрашиваю. Нет, 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 нет. Подождите, но... Ваша дискуссия такая-то интересная. Как он свое делает выступление? Вопрос задавайте. Прошу прощения. Вопрос задал. Я воронеже задал. Владимир Николаевич. Стоит ли с местом стесняться своей славянской сущности, своей славянской культуры? Да, 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 поэтому да, я разрешил вам отвечу, так сказать, да. Упаси Господь, да вы что, да вы что, я разве такое сказал? Разве я такое сказал? Нет, значит, видимо... Прошу прощения, значит, видимо вы не так меня поняли, так сказать, да, либо я не так выразился, да, я совсем не умею. Вы только этого избегать не сказали. Вы сказали, что нам не разбегали тело. Хорошо, Даржу, я поясню, я вам поясню, что, так сказать, да, я это имел в виду, я имел в виду, в другом контексте, так сказать, понимаете. Я имел в виду, что если мы, так сказать, будем, если мы будем аудиторию, так сказать, ограничивать только лишь славянскими какими-то границами, общежитием каким-то, да, 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 то мы, извините, так сказать, да, мы сразу же, так сказать, потеряем массу именно ту, основной, так сказать, наш этот гумус, который создает русский народ, так сказать, да. А русский ведь это только как своего рода арматура, да, а весь остальной, это основная, это масса, это вот мы все, так сказать, да, поскреби каждого из нас, там, и не то, что, так сказать, Татарина еще. Там еще и покруче можно найти кого-нибудь, так сказать. Ну, по крайней мере. Вопросы к вам. Кого у меня можно найти? Нет, нет. Можно и покручено найти? Нет, нет, у меня можно. Вопрос вам конкретный. Да. То есть, национальная идея не может быть у одной нации, она должна быть общечеловеческой, правильно? Нет, нет, вот-вот, а тут мы подходим к главному вопросу. Вот тут-то мы подходим к главному. Мое личное мнение, да? Да, личное. Мое личное мнение таково, что, так сказать, русский народ, так сказать, да, это вот именно, вот на самом деле, скреп над Хартландом, да, вот этот Хартланд замерзший, весь, так сказать, половина которого за полярным кругом, как бы, да, вот его оседлали только русские люди. Вот они смогли здесь выжить. Кто не смог здесь выжить, извините, ребята, они уехали на западную Украину, так сказать, и дальше туда, так сказать, да, да, да. Все они бегут, постоянно они бегут отсюда, так сказать, да, на самом-то деле. Потом, может быть, у кого-то происходит какие-то переосмысления, так сказать, да, они возвращаются, как бы, да, вот, но суть-то такова, что... И на самом деле, да, я вот больше того хочу сказать, что это надо понять, на самом деле, да, я сам очень много перенес, поверьте мне, так сказать, да, и страданий, кто знает, так сказать, да, и от разных социумов, так сказать, да, но я всем доволен, да, и я рад, что я живу в этой стране, при всем при этом, да, я считаю, что так оно и есть. Это для нас. Мы себе сами это создали. Мы такие люди, так сказать, да, чего нам на зеркало пинять, так сказать, да? Мы же постоянно будем друг друга так, себя ругать, что ли? Нет, нет. Да, упаси Господь, наоборот, не надо себя ругать, наоборот, надо друг друга, так сказать, привечать и любить, и дружить, и объединяться. Я понял, понял вас, что в нашем многонациональном государстве нельзя выпячивать свою какую-то национальную идею, правильно? Выпячивать, да. Выпячивать, да? Да. У каждого должна быть своя национальная идея, при этом. Но она должна быть все общее. Да, в общем, контексте, вот чем дело. Она должна быть синтезирована. Идеи всех наций, которые у нас здесь синтезированы. Ну хорошо, но общий контекст подразумевается, так сказать, границей, грубо говоря, просто. Ну, значит, в границах, она должна быть в границах. Она не должна выходить из-за границы, как сказать. Не-не-не-не, синтез, это совсем другой, не надо путать. Давайте заканчиваем. Синтез, это мы и придем, в конце концов, обудовательств Pablo. Все друг друга немного услышали. Все, спасибо всем.